я тут проснулся слышу кто-то рядом шумит что это тут кто то есть кто ты кыши отсюда это моя территория странные звуки как будто ребенок какой-то там ребенок какой-то кряхтит меня по ходу демоны какие-то обложили надо спать всем привет ребят здравствуйте добрый день ура доброе утро и у нас вроде бы как призраки всякие поразбежать это ты что льза и скряхтел тут напугал меня тогда этого брата возьму на бульон и еще подготовимся сейчас будем с тобой строить планы выжить течение сезона и поговорить с самбар нам надо отправиться к самбару где он у нас находится а самбар у нас аж ой ой как далеко также надо проверить что у меня по инвентарю то я собой беру чего я с собой не беру деревянный молоток естественно молотки сейчас я повыкладываю дороги они нам будут не нужны чем на крайний случай там лечиться я буду нужен подорожник какой-то но его скорее всего и где-нибудь по пути да найду и так 700 метров отправляемся к самбару поговорим узнаем что же он нам интересного хочет рассказать и все такое можно по пути хлебнуть водички и поехали надо бы конечно же действительно по пути набрать бы нам подорожников так как они нам пригодятся лечиться и немного веток надо взять там может быть чет крафтить по пути придется собой не стал набирать и так часто по пути возьму поэтому пускай будет дома на всякий случай для какого-то ремонта крафта и пару камушек давай еще возьмем так вот муж какой-то пор сделаем или еще чего полезного рассказывай лайк принес а то знаю тебя сядешь забудешь увлечешься просмотром и все и просто потом забудешь а мне потом скучать грустить что ты ты не пришел я же так не узнаю приходил ты ли не приходил вот пиши какие игры ты сейчас играешь рассказывай может быть и знаешь какую-то интересную игру который стоило бы нам с тобой обозреть так сказать открыто место обитания кролика значит у нас тут будет иметься ввиду место с обитанием кролика смотри ну хорошо мы его открыли почему она нам никак не подсвечивается но тут должно по идее как-то подсвечиваться но она не подсвечивается может потом будет 480 метров я помню эту дорогу я здесь как-то уже гулял это было очень очень давно играется прошлой жизни и там где-то по пути должен быть по моему повозка краш какой-то вот забор сломан смотри здесь кого-то вынесло и нет ничего да ладно что а это клен это было так давно что теперь этого здесь уже нет зайчишка там сидит себе попу подмывает судя по всему это мой телефон не твой елки-палки я там я бы что-то думал что здесь будет сейчас что-то тут какая-то повозка была вот она вот отсюда вылетала и здесь можно было у нее то ли топор железный найти то ли еще что-то в этом духе волки опачки а вот это плохо и мне хилиться кстати нечем и прям совсем нечем копье берем копье нам очень важно с тобой сделать лук но для этого нам нужна нитка правильно что там нужно было я не помню подожди что там было нужно давай быстренько прикинем что мы с тобой по пути если что можем потом подмутить себе так дневник это не то древо технологий и здесь у нас где-то должен быть лук вот он лук льняная нить вот нам нужна будет льняная нить пока что идем с тобой на стороже на самом деле стоило бы еще пару копий сделать потому что они ломаются очень быстро если на меня нападет какая-то стайка то мне будь не забрать смысле место обитания волка где он ни в коем случае нельзя на него нарваться начну меня покусает я его не вижу я не вижу но он может быть где-то наверху за скалой еще где-то там так место обитания кролик мы с тобой почти пришли надо добежать как можно быстрее до самбара может быть он если что нас защитит вон он стоит все отлично фух пока что удачно привет дядь самбар я думаю ты заблудился мальчик извините я хотел раз погодите-ка посмотри ко мне в глаза и хватит вздрагивать от громкого голоса ха чернота и синь да вы родня и ордана верно да меня зовут рассимир тогда вы должно быть самбар откуда вы это знаете я разговаривал с юни гостом он сказал мне что вы можете быть были участником напоминаний и часть чего сейчас шайка та что с юни гостом и орданом я никогда в жизни слышал такого идиотского имени ой извините может я ошибся нас называли бессмертный кулак о боже это еще хуже неважно что вы знаете вам что 12 обычно я бы начал спорить с вами по этому поводу но боюсь что вы помрете во время этого спора старик о есть кое-что что я бы с радостью пнул так что разумный выбор сопляк в любом случае я бы хотел услышать рассказы о моем дяде приключениях шайки в целом удивительное совпадение потому что я тоже хотел бы проводить время рассказывать старые сказки у потрескивающего костра о боже правда нет покиньте мою территорию и забудьте дорогу сюда да ладно это займет всего мгновение миг секунды честное слово просто скажите мне каким был мой дядя как вы стали частью на бессмертного кулака и что именно вы делали в шайке вы знаете что мы сделали я не гос еще не дошел до этой части ладно но молчи постарайся меня поменьше бесить еще начать то да все началось когда иордан покинул свой дом если я правильно помню ему тогда было 18 этот умный блюдок всегда был слишком большой рыбы для болота где он родился и он это знал удрал как только смог но сообразительность в таком юном возрасте всегда означает две вещи высокомерие и вспыльчивость его план состоял в том чтобы отправиться в большое приключение вот и все достаточно подробно да такой путь вымощен скелетами юных глупцов но никто из них не был иорданом не его путь он странствовал дни вскоре дни превратились в недели а его запасы в пыль он был никаким охотником по крайней мере тогда так что ягоды и грибы это было все что он мог добыть очевидно ему нужны были деньги он откнулся на поместье с таким огромным садом что они казались ему похожими на океан иордан и осел там прошла неделя изнурительного труда его руки были покрыты волдырями кожа покраснела от палящего солнца колени пульсировали от боли должен сказать вы действительно потрясающий рассказчик я этого не ожидал заткнись вы дадите мне закончить или нет на чем я остановился ах да он был измучен той тяжелой работой которую он проделал с улыбкой на лице пошел хозяину поместья за своей платой его желудок уже предвкушал то восхитительное угощение которое собирался накип на купить иордан и все это было уничтожено скупой рукой владельца в котором лежала пара паршивых медяков иордан был зол договоренность о плате которую он должен был получить была нарушена он начал орать на господина требовать справедливости но крестьяне были для господина лишь мухами отвратительными легкозаменимыми насекомыми а что делать с мухой который слишком громко жужжит он хлопнул обеими ладонями по ушам иордана как волк хвостом иордан оглушенный упал на землю и стража лорда выбросила его из поместья как мусор но при этом он успел нахватать собой нескольких жалких монеток лишь к вечеру иордану вернулся слух и вместе с этим пришла горячая мысль мысль о мести и 10 лет спустя когда я его встретил ваш дядя был весьма опытным бойцом но тогда он не был таковым он знал что охрана прикончит его и как только он приблизится поэтому ему нужно было отомстить как-то иначе иордан всегда был амбициозен но это ненависть как ничто прежде подпитывала его и что случилось то потом а дальше тоже что ваш рассказ стал для меня не совершенно скучным убираетесь вон эй да ни за что вы не можете меня вот так бросить я могу делать все что хочу катитесь у меня есть дела к черту ваши вещи а вы действительно иорданова кровь вы правы черт меня дери вам нужно это знать что вы имеете ввиду я имею ввиду что я закончу проклятую историю тогда когда вы не сделаете то что я вам покажу понятно просто скажите что нужно сделать вы не пожалеете об этом пошло звучит перестаньте дяди тети вот так разговаривать вот держите лопату этот кусок хлама но сойдет позади моего дома есть глины из залежи сходите накопайте для меня глины уже босс ладно вот такие дела чтобы это самое он нам рассказал дальше нам надо на него немножко попахать пойти накопать ему глины где-то примерно вот там так игрушка зверушка деревянная фигурка лени заберу вот судя по всему тут я должен копать где у нас находится лопатус где-то лопатка 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 деревянная лопата пойдешь на двоечку ну давай копать так тут еще одна все что ли а вот эти вот смотри тут олени кругом какие-то деревянные фигуру ничего там вообще их смотри как много и что это они то такое имеется ввиду деревянная фигурка деревянная фигурка опа это что такое виная бутылка а может быть я такую фигурку могу подарить какой-нибудь симпатичный девушки так что давай возьмем с собой по пути попробуем подарить скажу что я ее сам вырезал ахаха да и она сразу же обрадуется и прыгнет на меня с распростертыми объятиями скажет о мой герой супер хорошо так и сделаем у вас это есть нате вам вашу глину теперь вы закончите свой рассказ хорошо хорошо и так как я уже сказал иордан тогда не был хорошим бойцом у него не было ни денег ни связей но у него было кое-что другое необычная способность понимаете с ранних лет иордан был исключительно хорошим лжецом никаких потных ладоней никаких трещин в голосе спокойное ровное дыхание постоянный зрительный контакт конце концов ему удалось справиться с любым давлением даже в самых безумных ситуациях но изначально все было не так он не чувствовал себя дискомфортно лгав вообще для него это было также естественно как дышать у него не было никакого раскаяния он придумал план настолько глупый и нереалистичный что трудно поверить что он сработал так идеально сначала он убедил портного из соседнего городка сшить ему целый комплект одежды достойный самых вас богатых дворян точнейшей тончайшей ткани шелковые нити что угодно ужасно дорого а как он это смог а как же он смог себе это позволить спросите вы все просто он запу он не заплатил за это украл что ли я такого не говорил иордан не был вором по крайней мере не в традиционном значении этого слова кроме того разве я закончил чертову историю своей новой одежде он отправился в замок короля того королевства и вошел в него а вы абсолютно правы это так безумно даже думать о том чтобы это осуществить но иордан он просто это сделал я не виню вас в том что вы сомневаетесь во мне блины я бы первым и сомнился в подобном если бы мне не видел как он это сделал сотни раз собственными глазами как бы то ни было он вошел прямо в замок и как только он оказался там он выполнил свой план что это было уложил в постель жену короля чью жену короля действительно можно уточнить план состоялся в том чтобы попасть в замок и возлечь с королевой именно так вы были правы это самый бессмысленный идиотский план о котором когда-либо я слышал я вам говорил но все сработало отлично я все еще не понимаю что сработало что он этим добился после занятия любовью он оделся намеренно оставив нижнее белье на прикороватной тумбочке и сказал королеве что скоро вернется за напитками с напитками затем он подошел к одному из королевских стражников и сказал ему что видел королеву в компании с незнакомым человеком пробирающимся в одну из комнат вбежал охранник и стал свидетелем обнаженной королевы в постели рядом с которой лежала мужская труселя как верные слуги стражники доложили об этом прямо королю который как вы наверное догадываетесь пришел мягко говоря в ярость он не мог по-настоящему наказать свою жену это было губительно для его репутации но он мог преследовать ее любовника к несчастью для него в этот момент иордан уже давно смылся из замка верхом на красивой гнидой кобыле который он позаимствовал на конюшне до заката все еще не понимаю видите ли король не поймал грязного соблазнителя но это не значило что он не мог выследить его и найти для этого единственным следом по которому он мог идти было труселя и приятное воспоминание для королевы его имя конечно не его настоящее имя когда он представился королеве он использовал имя сады господни точно теперь вы поняли по труселям короче выследили засада 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 разве в это разве за это не повесили господина все это кажется довольно экстремальным его не убили это было бы не в стиле иордана королева умоляла сохранить ему жизнь поэтому король бросил его в темницу где он провел все оставшиеся дни офигеть иордан был просто восхитителен и все это благодаря его смекалки и речи он определенно показал господину что тот не должен был поступать не так плохо не помните неправильно его причины иордан не прошел через все это только из-за того что с ним сделал господин видите ли господин был жестоким беспощадным зверем он плохо обращался со всеми своими подданными убивал ради забавы насиловал ради спорта в народе его называли прачкой потому что он одной из его привычек было топить своих ублюдков в озере сразу после рождения как нежелательных котят иордану нужно было его остановить и он это сделал но это еще не конец истории после поимки лорда кто-то должен был занять его место у него не было законных преемников но затем невероятно вовремя появился дальний родственник лорда очаровательный юноша с разноцветными глазами вы должно быть шутите он легко завладел всем его имуществом осужденного родственника но иордан хотел не этого не для себя поэтому он взял из казны все я всего три мешка с монетами а все остальное оставил в руках крестьян они были в восторге я могу вам сказать что ему до сих пор там поклоняются да и еще одно почему три мешка спросите вы все просто один портному другой конюху у которого он взял лошадь и третий ему самому ровно столько сколько ему по праву полагалось за работу в саду я же говорил вам что иордан не вор и все он сел на свою прекрасную кобылу и покинул королевство в поисках приключений по крайней мере это то что он нам рассказывал так что все это может быть и правды но именно так с иорданом все происходило теперь я понимаю о чем вы говорили с юни гостом он действительно кажется сюрреалистичным я никогда не встречал никого похожи на него не поймите меня неправильно у него были свои недостатки но то что он мог делать его язык даже не был серебряным он был сделан из чистого золота но похоже вы не сказали мне в чем была цель бессмертного кулака а я думал это было очевидно в тот день родилась миссия иордана он он знал что такая порченная гнилая элита россия на по всему миру высасывает жизнь и достоинство из трудолюбивого простого народа и что он способен их остановить по крайней мере в какой-то степени этим он и занялся занялся свержением порченных правителей и возвращением богатств народу он похож на героя настоящего черт возьми героя ну это не было похоже на я имею ввиду он ну да да думаю можно сказать что и как же вы попали в эту шайку иордан крутился сам пока не встретил юни госта проворные пальцы этой крысы работали там где срабатывал языки ордана там где не срабатывал языки ордана а потом им понадобился кое кто-то еще с иными талантами которые им не хватало сила и мужество храбрость независимость порядочность наверное думаю я понял так что они выбрали лучшего я был метался между делами в тот момент так что я дал им шанс и наконец шайка начала действовать набирать вес но я не люблю хвастаться о да я заметил смирен до мозга костей спасибо что заметили люди моего уровня не нужно хвастаться новыми навыками так же как и солнце которое не должно никому доказывать свою яркость в любом случае я уже сказал тебе больше чем кому-либо за последние 5 лет так что тебе пора идти и желательно не возвращайся никогда это было настоящее удовольствие и большая чест да мне похрену уходи и в обмен на то что я тебе сообщу о моем местонахождении доставьте это восхитительное блюдо юни госту его любимое блюдо сэндвич с рулькой хотите чтобы я ударил его по лицу я заикнулся нет сэр конечно сэр я уже иду сэр нам дали теперь еще и рульку ему отнеси суши интересно интересно доставить бутерброд костяш с костяш пойдем по вот этой дороге отправимся как думаешь хотя знаешь что я бы нам посоветовал с тобой так как мы здесь уже рядом может быть пройдемся вот тут вот по вот этим селом как думаешь это к тому что вдруг мы там с тобой найдем торговца и сможем прикупить льняную нить как раз для нашего лука будущего я вижу повозку и возможно сейчас мы там с тобой сможем кое-что лутануть ну-ка с такими повозками вкусняхи лежат это кожа и это каменный к каменный нож мех зачем не каменный нож ну чтоб железный был хрюндель я конечно бы не прочь перекусить чего-нибудь но для начала нет давай все таки перекусим давай перекусим как раз я думаю после такого жесткого рассказа мы с тобой абсолютно заслужили скушать один овсяный рулетик отлично ну и можно хлебнуть вот с этой замечательной грязной болотной лужи а наша морда вдво в двойне все молчу хотелось к поумничать не получилось ладно пошли ладно пошли что будет классно если мы сейчас чтобы найдем льняную нить так кто там волк волк нет волк нет сейва чертов говно волк где отсюда где он был где-то в этих кустах я слышу как он рычит вон он он пытается меня окружить перерезать мне дорогу олень спасай все он ушел у меня не заметил бегом фух олень волк 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 сзади главное еще на медведя бы не наткнуться тут я знаю их тоже достаточно должно водиться в этих краях так давайте сюда пойдем кабан лиса кто это волк рысь рысь серьезно о май гад только не рысь мне кажется это еще страшнее чем волк будет наверное это же киса она очень шустры двести сорок метров я почти пришел не надо меня нападать рюк кстати рыси по-моему раньше не было ее не помню вообще о почти место мы почти добрались до нужного нам места фух ястреб обалдеть тут животных понадобавляли конечно это круто а ночь черт возьми сейчас все торгаши будут заняты и нам скорее всего придется где-то побомжевать у костерка голуби тут еще смотри так все они короче спать пошли мне там все равно никто не даст покемарить поэтому давай-ка наверно где-то здесь мы сейчас тобой попробуем сварганить какой-нибудь костерок который непонятно где делается сейчас быстренько с тобой разберемся как как он делается где он делается где костер делается вот костер ветки шустрый какой ястреб летает орет тут сумасшедший так поехали отлично и ложимся спадки доброе утро я какой туман обалдеть будем посмотрим что они тут продают голубок привет привет зелья он торгует зельями ничего себе смотри сколько тут зеленосыщение зелья того зелесть у меня 60 почему мне так мало монет собой а куда я все деньги потратил у меня ж кучу бабла было стрелы продает смотри а лук есть у тебя лука нет у него но у него есть смотри елки-палки у него тут болты стрелы можно закупить у него так подожди пока пока что прощаете алина привет 18 лет алиночка приветики что ты можешь мне предложить навоз шерсть ведро с молоком бронзовые ножницы корм понятно до свидания до свидания кстати имя у нее довольно такое нормальное который легко может запомниться жена они мне предлагают здесь жениться сразу же найти жену а давай очень подарим а ну-ка подожди романтика извините я не ищу партнера но слышал что спутницы дыхающие хорошо понятно мне таки спутницы нужны ты у меня тут бизнес вумен так что я думал с собой вот это познакомиться это чел чё поболтать хочет о чем-то важном но я не хочу пока не с кем из них разговаривать у нас есть оба очень важные дела поэтому пошли блин слушай обалдеть у него короче болты продают я не понимаю куда мои деньги делись вот это прямо отстойно честно не я не помню просто давно тут чтобы не были поэтому так идем туда 300 метров пошли следующую деревню знаем что там ну мы знаем где с тобой интересные стрелы можно купить сразу же и отравлены и не отравлены и какие хочешь там есть и болты для арбалетов но это если не захочу допустим делать можно будет деньжат подфармить и прийти сюда и у него это все прикупить пока что наша задача сделать лук копьё это хорошо но лук это вообще огонь утка где-то утка тусуется скорее в воде хотя не наверное где-то тут на берегу пряди она будет сидеть в такой луже точнее в ручье который быстро течет вам бежим 300 метров вам сюда так ястребы не ястребы тропинки воронок ролик тут вроде бы более менее безопасно пока хищников не видно то это кто это бежит на меня кто-то бежал на меня только что кабан да в смысле это был не кабан там кто-то меньше чем кабан был леса вот леса может быть может быть там леса действительно было рысь вот где она я понятия не имею с какой стороны а мне еще 100 метров бежать сейва а вон она он стоит ну какое чистое поле у них огородовая приветствую можно перепрыгнуть здесь у вас спасибо хочу вас так дрова доски ветки серьезно прощайте бесполезный для меня человек ой ты какой пузачи ой это не пузач привет хоббит ты где о вот у нее сто процентов можно купить рада познакомиться говорит что он большой кисет плюс 10 килограмм вау смотрите-ка подвиньтесь заплечная сумка плюс 15 килограмм обалдеть льняная нить 75 не хотите мне купить каменный нож отдаю за дешево 86 так льняная нить да у меня то нет столько бабло овсяный эль могу продать так льняная нить ладно мы пока и купили не подожди давай еще посмотрим давай еще посмотрим кайф какой-то есть льняная ткань лен малый седельный подсумок когда мы с тобой коня уже тут себе заварганим вот это вообще было бы классно седло смотри 700 обалдеть цен конечно здесь тут смотри перчатки и все что хочешь есть одежи всякой очень круто до свидания до свидания так давай-ка посмотрим а мы можем все равно сделать не здесь правильно лук мы сможем с тобой сделать только там по-моему так это у нас декор да лук мы тут с тобой не сделаем так что мы сможем сделать уже когда будем на месте можно в принципе для успокоения души еще раз перепроверить одна льняная нить а стрелы перья камни ветки понимаешь ну одна нить блин давай еще что-нибудь у нее это самое давай наверно эль все-таки продадим купим еще одну ниточку может быть это что-то эй надо сюда прийти ночью диверсию устроить как думаешь ложимся спать где мы находимся да вот здесь мы находимся я знаю что где-то вот в этих краях по идее там можно коня купить но они очень дорогие пока что надо подготовиться прежде чем его покупать плюс я не помню как там по смогу ли я купить его не достигнув определенного уровня а мне нужна будет конюшня короче надо пока прокачиваться пока рано до всего этого поэтому ладно пока оставим эту затею с воровством пойдем наверное обратно домой нам надо к юнигосту 900 метров вот это я ушел конечно очень далеко эй выпустите меня вот это конечно далеко ушел возвращаемся назад сделаем с тобой лук и станем уже чувствовать себя гораздо лучше на обратном пути немного поохотившись и набравши достаточное количество как я думал перьев для изготовления стрел я отправился в деревню к юнигосту всегда приятно видеть вас россии мир юнигост здравствуйте я разговаривал с самбором он такой милый разве нет сладчайший как бочонок с медом для вас самбор ясно он все же рассказал мне о моем дяде историю о властелине садов у него неожиданно хорошие навыки повествования не так ли да и правда меня это просто поразило однажды клянусь он больше года не произносил ни слова но когда мы сидели у костра он вспомнил какой-то анекдот громко засмеялся и начал свой рассказ он был полностью немым а потом вдруг стал церемониамейстером повествование было настолько захватывающим что было трудно не слушать он менял голоса но закончив он снова замолчал я никогда полностью не понимал эту его сторону дух театров телегромилы он кстати говоря просил меня передать вам кое-что правда и что это сэндвич с рулькой да это похоже на самбора итак вы собираетесь доставлять вы собираетесь доставлять хотите да конечно я люблю когда люди бьют меня по лицу все вокруг знают об этом не могли бы вы сделать это бесплатно я полностью исчерпал свой бюджет который дает мне пощечину правда нет совсем нет вы тупой вы никогда не ударите вам понятно но если он спросит я ему скажу что вы меня нокаутировали просто из любопытства что самбор рассказал вам о том что как он попал в шайку он сказал что вы ищете лучшего кого можно нанять и чтобы он был очевидным выбором да похоже на то что он мог бы сказать что-то в этом роде разве это не правда это неприятное воспоминание но я считаю что вы заслуживаете знать всю историю мы не вербовали его хотя я думаю мы это и сделали и Ордан тоже но это не было вопросом выбора когда Ордан и я начали вместе следовать миссии и были довольно успешны все шло гладко даже слишком легко мы делали много хорошего возвращая улыбки на угнетенные лица вот тогда мы потеряли бдительность была секретная гильдия созданная несколькими высокопоставленными рыцарями и баронами мы называли их торговцами кучка бессердечных ублюдков самыми прибыльными их бизнесом была продажа животного товара и нет я сейчас не о животных пожалуйста не говорите этого в этом королевстве рабство под запретом королева была непреклонна что ж у продавцов был свой набор правил которыми нужно было следовать они сажали их клетки как скот в основном женщин и детей вынужденных драться с крысами из-за скудного рациона который им давали в сырой темнице в которой их и держали гильдия предпочитала количество качества поэтому их не волновали болезни думаю я заболею иногда им требовались недели чтобы вытащить мертвых из клеток выживает сильнейший вернее выживает наименее удачливый это было просто ужасно если вы спросите меня вся эта проклятая гильдия заслуживает жестокую медленную смерть но мы действительно не так господи ну и перевод иордан очень ясно дал понять с первого дня мы никогда не забираем ничью жизнь это было самое важное из правил как бы то ни было нам удалось всех вытащить вагоны набиты сломленными людьми даже лошади опустили голову в трауре отчаянии в воздухе было даже ядовитее вони гниющей плоти и при этом мы забыли обезопасить себя наемники поймали нас и доставили в камеру пыток да в этом ужасном месте была спрятана комната еще хуже невероятно торговцы не были настроены ждать поэтому сразу же отправили своего худшего мучителя я был в ужасе по-настоящему окаменел едва мог дышать Иордан не сказал ни слова просто посмотрел на меня его глаза были расслаблены но сосредоточены я понял что он тоже хотел чтобы я был спокойным но я просто не мог он пошел первым палач привязал Иордана к стулу и начал раскачивать его кулаки были подобны наковальне каждый удар приводил к кровотечению или переломам костей с считанные секунды лицо Иордана превратилось в кровавую кашицу единственное что прибавилось пробивалось сквозь него это его улыбка это был один из многих случаев когда я задавался вопросом был ли он вообще человеком мучитель быстро понял что для такого уникального экземпляра ему нужны другие инструменты и пошел за своими лезвиями именно тогда Иордан заговорил он делал ему предложение одно за другим но мучитель продолжал резать ему торс как будто готовил стейк на гриле крови было так много что я чувствовал его вкус во рту я хотел потерять сознание просто чтобы убежать от всего этого но не мог мое сердце колотилось слишком быстро это ужасно вдруг мучитель остановился он посмотрел на меня и снова на Иордана это было единственное что он сказал если ты лжешь я поступлю с ним так же меня уже стошнило но Иордан только кивнул поэтому он развязал нас обоих и помог нам сбежать на нашем пути было еще несколько хороших вооруженных наемников нас никто не остановил даже они боялись этого парня как он смог убежать с изрезанным пузом нам удалось убраться целыми целыми я понял но нам удалось выбраться живыми а нам не нам удалось выбраться целыми но нам удалось выбраться живыми наверное не удалось выбраться целыми но удалось выбраться живыми раны Иордана не заживали неделями и даже после этого он был так сильно изуродован что казалось будто к его коже пришли к кольчугу но мы избежали смерти и его агент стал одним из нас мучитель это был Самбар не так ли? да ах ты дрищ а он там рассказывает супер мега историю собака у меня нет слов мне очень жаль что это случилось с вами не нужно путь к которому мы шли это был наш выбор мы знали о риске как вам только могло прийти в голову взять в отряд такого человека вы думаете что я хотел бы чтобы этот головорез был где-нибудь рядом со мной? я не мог сомкнуть глаз из-за этого уже несколько дней я постоянно оборачивался наблюдая за каждым его движением так почему вы его не отшили? все просто Иордан заключил с ним сделку пообещал ему единственное что имело значение для этого зверя что это было? деньги? намного больше чем им платила гильдия доля от каждого грабежа совершенного нами но почему бы не расплат... но почему бы не расплатиться с ним? или смыться? Иордан так не поступал он был мастером лыжи но когда он давал кому-то слово он никогда не отступал кроме того как мы позже выяснили Самбар не был злым по своей природе он был просто настоящим солдатом делал то что от него хотели Иордан часами разговаривал с ним объясняем наши правила поведения Самбар ни разу не нарушил ни одного из них ни разу это невероятно я имею ввиду вашу жизнь не думаю что я смогу со всем этим справиться честно? надеюсь вам никогда и не придется я через многое прошел и по прошествии всех этих лет я больше всего на свете жажду скучной и размеренной жизни я не из тех кому скучно всегда есть чем заняться я рад это слышать тогда моя следующая просьба вам совсем не наскучит конечно что вам нужно? отправляйтесь в Борово найдите Иду и заберите у нее мою косу считайте что все это сделано а где Борово? ха мы там с тобой уже были а так это совсем рядом но пока что хватит с нас чужих поручений нам на данную секунду надо сгонять домой потому что кстати у нас уже лето заканчивается судя по тому что я вижу сверху нас уже на носу осень но идет осень а у нас с тобой нет теплой одежды это происскорбно надо что-то обязательно придумать пока что наша цель добраться домой и сделать лук я кстати наделал тут кучу перьев по пути ворон ловил всяких ястребов ловил так что у меня там больше чем 90 всякой перышков с собой это для стрел я набрал немного перегрузился я еще камней какого-то черта с собой набрал мне чтобы уже где-то дома их искать ну да ладно не будем о грустном я уже набрал так что когда берусь домой мы обязательно это все сделаем возможно здесь еще по пути какого-нибудь орла поймаем я помню тут где-то он гулял но судя по всему до него уже почта донесла что я тут опасный орел кострел гуляю и его тут уже нет он свалил ай куда я только сущей только добежал сюда а он взял и сбежал бессовестно какие-то звуки тут в траве страшные но я уже почти дома так что все в порядке хотя у нас ночью прошлой ночью когда я спал дома были какие-то странные звуки я подумал что это заяц но эти звуки очень похожи на детские мало ли а вдруг нет вдруг у меня там какое-то привидение завелся боишься привидение напиши всяких ночных звуков страшных я пить хочу ужасно вкуснее вкуснее родимой домашней водички ничего нет с родного ручейка у меня у меня еще один кролик попался отлично замечательно так выкладывать я пока ничего не буду пойдем добежим посмотрим что мы там с тобой можем сделать что мы сможем сделать из лука сможем ли на данный момент добежать кролик поймал ловушка сломалась кто здесь это зайцы такие звуки издают обалдеть как как жутко все-таки это был не призрак кабаняка вот постоянно он здесь гуляет рядом с охотничьим домиком итак верстак да ладно а бревно надо фу я уж испугался кабан иди отсюда может быть у меня тут есть бревнышко какое-нибудь кожа перо кстати у меня он еще перья есть смотри забираем давай наверное что-то сюда выложу я знаю что выложу пока камни выложу чтобы можно было побегать так кабан меня пока не трогает нам надо бревно чтобы быстренько раздобыть это мы сделаем где-то вот какого-нибудь вот такого деревца так раз два три там всего одно надо было но сам понимаешь оставлять материалы нельзя мы сейчас их лучше тогда если что скинем в сундук тихо пошел вон напугал так камни камни забираем а бревна бревна мы с тобой два скинем одно ставим тяжело тяжеловато так делаем да что ж такое мне постоянно хочется сказать копье стрелы но никак не лук лук делаем отлично и стрелы одну стрелу делаю а сколько надо десять веток на одну стрелу десять переладно обалдеть обалдеть вот это да новый уровень ремесла кстати по навыкам пошли смотреть у нас навыки с тобой есть по охоте следопыт кстати по следопыту режим проверки показывает животных эй я пока не могу его себе качнуть вор шум шум при подкрадывании твердая рука надеюсь просто стабильное прицеливание из дальнобольного оружия знание об охоте на чё икс процентов на 5 наверное больше опыта получения от охоты давай наверно твердую руку я качну да я хочу вот так вот и пойдем сюда еще в ремесло строитель медленнее ломаются молотки штукатур модернизация стен дома для улучшения теплоизоляции я беру у нас идет зимушка зима так что нам это нужно а тут один из одного все мы это сделали мастер на все руки мастер иглы нитки производство швейной лавки происходит на 10% шеф повар быстрее готовка при работе швейной лавки мастерская мастерская это все хорошо поваренок опыта приготовки на кухне часто опыт дается на кухне опыт 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 хотя давай давай почему нет вот так теперь инвентарь у нас пойдет сюда лук где наш лук замечательный превосходный лук вот так вот и все да кабан отвали от меня у меня куча камень камений ккк вот почему я тогда покупать тоже неплохо потому что дофигища в общем надо всего для того чтобы сделать себе стрелы глину выложим набрал с собой кстати а где у меня этот я не взял а вот у меня деревянная фигурка оленя мы с собой возьмем ее да надо покушать что у меня есть так у меня мясо сушеное мясо есть и наверно пару яблочек еще с трамбуем два ставим пока что вот так вот сохранить Лежим как же он орет сумасшедший кабаньяка отстань от меня бекон недорезанный будем спать и так ложим а все смотри я ложусь спать уже только следующий сезон по другому тут никак то есть уже просто переночевать не получается уже сезон все пришла осень глава 3 доброе утро мои соседи добудьте косу выполнить несколько заданий для соседей удачный флирт еще надо покадрить кого-то но я хочу посмотреть что у нас идет с луком и надо собирать кучу веток сейчас емае сейчас ветки это прям все надо очень много веток собирать я правда выкладывал там кучу веток на самом деле можно было бы и так сходить но у меня тут их достаточно на самом деле так что с этим проблем не будет стрел нет эй в смысле нет стрел а стрела экипировать а а а а а а а я тебя понял так так ну-ка подожди пойдем к дому не к дому точнее а к этому охотничьему домику где камни мне нужны камни еще камни довольно много используется для крафта так вот камень еще камень ветка так уже пошел перевес хотя что-то с камнями здесь вообще беда какая-то я-то думал что я много камней набрал оказывается видишь оказывается это немного создать еще 4 стрелы отлично надо использовать и проверить как она у нас стреляется пойдем орла какого-нибудь попробуем вычислить вот тут они летают е-мое как же шумит дождь осень осень пришла все уже ничего не поделать такая погодка наверное будет чаще ун утки пойдем посмотрим может получится промах е-мое на самом деле не так-то просто целиться елки-палки сейчас стрелы просажу и вообще зачем я в воду стреляю надо искать было где-то на суше надо было на суше это все дело чтобы вдруг стрелы можно подбирать с копьем мы уже разобрались научились им пользоваться а вот стрелами конечно такое такое вообще надо мишень поставить и лучше тренироваться на ней я знаю что здесь есть возможность ставить мишень мы сейчас посмотрим может быть в этой деревушке есть мишень у кого-нибудь во дворе есть мишень ребят у кого мишень есть дайте мишень да не наверное тут ни у кого ее нет у коровку надо будет обязательно себе потом завести не мишени здесь нет 191 метр добудьте косу так это туда уже закосуете в принципе я думаю давай мы тут с тобой уже сегодня задержались так что давай пока тут остановимся потом посмотрим сделаем мишень где-то она должна быть однозначно подожди освещение столы сиденья вот вот смотри вот она недостаточно ресурсов 3 бревна и 20 солом мы сделаем с тобой мишень и начнем потом тренироваться потому что нам обязательно надо понять как тут стреляют как попадать из лука так что тебе спасибо за просмотр спасибо за твой лайк увидимся с тобой в следующем видео береги себя и не забывай приходить к нам на Троу потому что у нас там теперь будут постоянные трансляции премель всем спасибо всем пока